Всем привет! Сегодня наконец-то видео о осенне-зимнем уходе, о том, как правильно подобрать основной базовый уход, о том, как постепенно, плавно вести кислоты, как ими пользоваться, что зачем наносить, со всеми схемами, как обещала, будет очень полезно, обязательно оставайтесь. Это видео я снимаю в коллаборации с iHerb, я думаю, что многие из вас с ними знакомы. Для меня это огромная честь, потому что я сама уже на протяжении двух лет являюсь их постоянным покупателем, мне есть что сказать, мне есть чем поделиться, я постоянно снимаю отдельные видео с распаковками или просто с обзорами. Сегодня я сосредоточусь на косметике, но у них есть очень много натуральных средств и для дома, и для детей, и биодобавки, и корейская косметика. Много всего, свыше 30 тысяч единиц из различных категорий, из чего 1200 это всемирно известные бренды. И iHerb это то место, где реально можно сделать такой комплексный заказ и не сомневаться в качестве. Во-первых, у них очень классный сервис, у них удобный сайт, удобное мобильное приложение. Если мне интересен даже какой-то компонент, я просто ввожу название, потом уже поисковая система выдает мне все товары, которые содержат то, что меня интересует. И таким образом я без проблем что-то выбираю очень быстро, я оформляю заказ, иногда даже через телефон, и я могу все оплатить, конечно же, и я могу отследить свой заказ. iHerb доставляет практически по всему миру, но в 150 стран так точно, у них на сайте есть отдельная закладка, где вы можете посмотреть, сколько будет стоить доставка в вашу страну. Я оставлю ссылку внизу, и у них также часто проходят разные акции, когда вы вообще не платите за доставку или буквально какие-то копейки. Я за последний свой заказ за доставку заплатила всего 2 доллара и при этом получила свою посылку прямо на порог моего дома. И также такая информация, о которой редко кто-то говорит, у них склады с кондиционерами, то есть с определенными условиями, в которых товары не портятся. То есть, когда вы покупаете на iHerb, вы имеете гарантию качества и также того, что продукт приедет к вам в нормальном виде, так сказать. И если у вас возникают какие-то вопросы, вы всегда можете обратиться в службу поддержки. Она осуществляет помощь на 10 языках, в том числе на русском. У меня недавно была ситуация, когда таможенники задержали мой заказ из-за высокого содержания салициловой кислоты и без каких-либо объяснений отправили мой заказ обратно. Мне хотелось вернуть мои деньги, я обратилась в службу поддержки, мне помогли и я снова заказала то, что мне нужно было уже без того единственного средства, которое недопустимо в Польше, без лицензии доктора. И теперь могу пользоваться всеми теми средствами, которые два раза ездили туда-сюда обратно. Еще одно преимущество покупок на iHerb – это их еженедельные акции, которые помогают немножко сэкономить. В прошлом месяце у них были скидки до 22%, и я неплохо так закупилась. Но теперь давайте перейдем к нашему осенне-зимнему уходу. Начнем мы с утра, с такого капсульного, самого базового, основного ухода, с такой комфортной зоны, в которую мы всегда будем возвращаться утром, которую мы будем дополнять, которую мы будем наслаивать. И еще, если вы заметите, что вы вводите кислоты или какие-то другие компоненты, вашей коже некомфортно, она раздражается, появились какие-то высыпания, всегда делаем один шаг или несколько шагов обратно и используем вот эту капсулу. Первое, что я меняю осенью и зимой – это умывание. Сейчас в межсезонье, когда моя кожа стала такой суховатой, тем более я уже пользуюсь кислотами, и утром мне не хочется ее как-то сильно агрессивно очищать, поэтому я перешла на деликатное средство. Если у вас нормальная, тем более сухая кожа, я очень советую обратить внимание на умывалки с нейтральным и идеально подходящим нам с вами уровнем pH, который составляет 5,5, который не меняет состав кожного покрова. Поэтому после умывания сухой и нормальной кожи будет абсолютно комфортно. Это средство от Хеймиш обожаю, уже не первый раз советую, вообще будет очень много любимцев, просто я буду показывать, что, зачем используем, почему и как, что выбрать для вашего типа кожи и для новичков, и для пользователей advanced. Да, и вот эта умывалочка, она ничем не пахнет, она не пенится, и да, люблю, если у вас комбинированная и жирная кожа, тогда мы берем вот такую от COSRX. Она так более конкретно очищает кожу, мне тоже с ней комфортно, но сейчас как-то вот моя кожа начала капризничать, поэтому я выбираю что-то понежнее, как я сказала. Также у бренда Хеймиш есть классное сильнее очищающее средство для умывания на основе белой глины, и мой муж, у которого жирная кожа, он очень любит пенку от бренда Benton. Тут уже выбирать вам, а мы переходим к следующему шагу. Все мы знаем, что увлажнение это основа ухода, но зимой мы очень часто слышим о том, что кожу нужно питать. Чем же отличается увлажнение от питания? В первую очередь вы должны сами для себя ответить, чего именно вы ожидаете от вашего базового ухода, каких-то защитных функций, или вы хотите наоборот сократить выделение себум. И увлажняющий крем, он в первую очередь просто увлажняет кожу, задерживает влагу, немножко ее насыщает и не позволяет вашей естественной влаге как бы улетучиваться, скажем так. А питательный крем, в нем всегда больше жиров. Ну, я имею в виду полезных жиров, да, это не что-то страшное. Какие-то растительные масел, которые лучше насыщают нашу кожу, которые лучше защищают ее от ветра, от мороза, от разных перепадов температур. И также увлажняющие кремы чаще всего имеют такую более легкую текстуру, они быстрее впитываются. Питательные, соответственно, более плотные, густые. Если у вас не экстремально сухая кожа, то вам потребуется несколько минут, прежде чем вы нанесете макияж на питательный крем. Я со своей нормальной сухой кожей в холодное время года чаще всего отдавала предпочтение именно питательному крему. Но я поняла одно, что если я покупала такой стандартный, традиционный питательный крем, у меня быстрее забивались поры и были просто какие-то проблемы с кожей. И идеальным решением для меня является комбинация улажняющего тоника и классного супер качественного улажняющего крема. И этого достаточно даже зимой. Поэтому следующий шаг в нашем осенне-зимнем уходе это тоник. Утром я бы не советовала использовать кислотные тоники. Почему? Потому что утром мы будем восстанавливать нашу кожу после кислотного слоеного пирога, который мы наносили на ночь. Мне так больше нравится. У меня так меньше пересыхает кожа. Советую попробовать и вам. Итак, самый универсальный такой базовый тонер, который идеально подойдет как жирной, так и сухой коже. Но хотя для сухой кожи у меня есть что-то покруче. Это марка Клэрс. У меня ушло уже две трети бутылочки. Он такой густоватый, он довольно быстро впитывается. И он просто хорошо подготавливает кожу к нашему основному уходу. И для меня это самый настоящий проводник, благодаря которому мой уход проникает глубже, работает лучше. Поэтому обязательно не забывайте о тонике. Второй более такой жидкий вариант. Он реально как водичка. Это уложняющий тоник на основе медового экстракта от корейского бренда Папа Ресипи. И я использовала одну четвертую упаковки. Кстати, как я использую тоник? Я уже перестала неразумно расходовать тоники, поэтому просто небольшое количество вот этой волшебной водички наливаю себе на ладошки. И такими похлопывающими движениями наношу средство. То есть мы уже не пользуемся ватными дисками. Если же я вижу, что на моем лице есть какие-то раздражения, высыпания, мне хочется как бы подлечить прыщи, я всегда использую вот этот тонер от марки Бентон. Он идет на основе сока алоэ. И как раз он обладает вот этим успокаивающим действием. И здесь есть салициловая кислота. Она очень маленькая, не с самой рабочей концентрации. Но тем не менее, я вижу, что он мне помогает. И при этом моя кожа не пересыхает. Для меня это самое главное. Если у вас кожа 25, ладно, 27+, и вы нуждаетесь прям в супер сильном увлажнении, я очень советую вот эту вот, как это, хочется постоянно сказать, сыворотку, потому что она настолько активная. Это эссенция, которая наносится первым этапом в уходе после очищения. У меня это уже вторая баночка. Я ее нахваливала. Я о ней рассказывала. Здесь и ферменты, и всякие такие полезности, которые кормят нашу кожу. И когда я пользовалась этой штукой, я замечала, что любой мой уход, даже самый такой нейтральный, работал гораздо лучше. Моя кожа цвела и пахла с этой вещью, поэтому я купила ее снова. Выглядит она вот таким образом. И вот она как водичка. Но она настолько круто питает кожу. Если у вас даже комбинированная кожа, то я думаю, что вот эта вещь вас очень сильно порадует, удивит и влюбит вас в себя. Если бы кто-то заставил меня ограничить мой уход до нескольких средств, однозначно вот эта эссенция осталась бы со мной. Для меня это как волшебная палочка. Настолько сильно я люблю вот эту эссенцию от бренда Миша. Следующим этапом в нашем утреннем уходе будет нанесение какой-то сыворотки по проблеме. Что я имею в виду? Если проблемы нет, то на этом все, наш капсульный базовый уход с умыванием, с тонером, тоником и с увлажняющим кремом завершен. То есть мы нанесли вот это все и отправились по своим делам или красимся, делаем что угодно. Но если вы знаете, что иногда вам вашего обычного крема недостаточно, ваша кожа склонна к пересыханиям, к чему-то там еще, о витамине С мы поговорим чуть позже, то именно в утреннем уходе я советую использовать всякие увлажняющие бомбы, как я люблю их называть. И недавно я открыла для себя очень классную, недорогую, при этом работающую, с минимальным расходом, некапризную, которую можно использовать в качестве базы под макияж. И вообще она просто дружит со всем остальным уходом. Я наношу сыворотку от бренда It's Skin на не впитавшийся тонер. То есть пока лицо еще влажное, я беру граммулечку вот этой сыворотки, чтобы не перегружать лицо, чтобы я потом спокойно могла нанести увлажняющий крем и SPF, если я пользуюсь кислотами, и потом еще и накраситься. Я понимаю, что для некоторых это много, но когда я регулярно ухаживаю за собой, я действительно вижу разницу. Причем так было даже тогда, когда у меня на руках был двухлетний Захарчик и новорожденный, поэтому, девочки, берем себя в руки и просто с головой подходим к тому, что мы делаем с собой и со своим телом. Вот этой сывороткой я пользуюсь не каждый день, только тогда, когда кожа более суховатая, или когда я использую какие-то активные кислоты на ночь, и утром просто хочется поддержать кожу, как-то ее восстановить. Мне хотелось бы, чтобы эта сыворотка была без аромата, и в ней также есть какие-то гранулы, которых могло бы и не быть, но само по себе средство очень классное. И я понимаю, почему они очень часто распроданы на iHerb. Вы можете подписаться на рассылку, то есть как только что-то появляется в наличии, вам приходит оповещение на e-mail, и вы сразу же все можете заказать. Дальше увлажняющий крем. У меня есть несколько моих любимых. Два из корейского сегмента и один просто с очень классным активным составом. Первый я уже купила снова. Это бренд Клэрис. Он очень универсальный, очень базовый, он без проблем распределяется. Он, конечно же, хорошо увлажняет кожу, на него классно наносится макияж, беспроблемно. И если у вас даже комбинированная кожа, и вы живете в каком-то суровом климате, я думаю, что вы оцените. И в принципе, я не могу сказать, что у меня весь уход только для очень сухой кожи. Я показываю вам разные варианты. И вот этот меня очень сильно удивил. Это бренд Папа Рецепи. Этот крем на основе медового экстракта. И я боялась, что у него будет яркая отдушка, ничего подобного. Его консистенция это что-то такое непонятное. Он не липкий, он немножко сладкий. Я случайно нанесла небольшое количество на губы и что-то там начала есть. Думаю, что такое сладкое. Но, девчонки, он настолько классный по действию, что я не побоюсь советовать вам этот крем именно на холодное время года. И именно в сочетании с какими-то улажнялками в виде тонера или в виде сывороток. Поэтому мне очень понравилось. И я сейчас на скидках заказала себе еще и версию в виде пудинга. Она более питательная. И с ней мы еще будем знакомиться. А вот этот кремушек советую вам не менее, чем вот этот выбирать вам. И это для меня основа основ. Есть еще замечательный крем от бренда Derma E. У меня здесь ночная версия. Но дневной тоже очень хороший. Я покупала свои свекрови и попросила чуть-чуть, попробовала. Тоже могу вам советовать. И вот он тоже такой нейтральный на холодное время года. Купила крем, который у меня уже был. Но, по-моему, я ни разу его не упоминала. Это бренд Earth Science. У него такая плотненькая текстура. Но при этом он довольно быстро впитывается. И для сухой нормальной кожи в качестве такого промежуточного варианта между питательным и просто увлажняющим кремом. То есть это что-то более насыщенное. И мне понравился состав. Я допользовала целую упаковку. Заказала основа. Потому что собираюсь всем этим пользоваться. И я часто также снабжаю своих подружек. Маму, свекровь. Но при этом могу сама что-то попробовать. И тоже поделиться с вами. И показать это видео. Для наглядности. Основа у нас есть. Теперь давайте подробно разберем вечерний уход. Разложим все по полочкам. И постепенно введем наш уход кислоты. Итак, для начала мы смываем макияж. Я напоминаю о том, что обязательно используем или гидрофильное масло, или гидрофильный бальзам. Мой самый любимый бальзам от бренда Heimish. Я тоже покупаю его на iHerb. Итак, умываемся, подходим к зеркалу и спокойно оцениваем состояние своей кожи. Без преувеличений, без розовых очков. Так анализируем то, что мы видим в зеркале. Если перед нами серый цвет лица, неоднородный цвет. Если кажется, что кожа слишком плотная. Если хотелось бы сузить поры. Если нам хочется предотвратить первые признаки старения. Или у нас уже есть какие-то морщинки. Если у нас есть легкие пигментные пятна. И просто хочется попробовать кислоты. То скорее всего нам подойдут именно АХ кислоты. То есть AHA. Но я буду говорить АХ, чтобы всем было понятно. Это фруктовые кислоты, которые подходят абсолютно каждому типу кожи. Если у вас нет проблем с высыпаниями, то салициловая кислота вам не нужна. Если есть высыпания, то желательно выбирать средство, которое будет сочетать в себе и салициловую кислоту. То есть BHA и АHA. Об этом я уже тоже рассказывала. У меня есть отдельные ролики. Можете еще раз пересмотреть. Там более подробно. Самые популярные, безопасные, но действенные кислоты среди АХ кислот. Это гликолевая кислота. На АХ есть огромное количество средств именно с этой кислотой. Но если вы новичок, если вы не знаете, какой реакции ожидать от вашей кожи, если у вас чувствительная кожа, то я советую обратить внимание именно на миндальную кислоту. У нее больше молекулы. Она не так глубоко работает, но при этом она более нежная, так сказать. И если сначала вы пользуетесь кислотами там неделю-две и вы не видите результата, то ничего страшного, не беспокойтесь, просто ваша кожа привыкает. Мы вводим кислоты постепенно. Это самое ключевое слово в кислотах. Спокойно, все регулярно используем. И поверьте мне, что через три месяца вы не узнаете свою кожу. И вот абсолютным чайником в использовании кислот я советую обратить внимание на вот такой тоник от бренда Wishtrend. Это тоник на основе миндальной кислоты. Ее здесь целых 5%. То есть вы почувствуете ее действие. После умывания мы промакиваем лицо полотенцем и небольшое количество этого тоника наносим на все лицо, только не в область вокруг глаз. Если вы в положении, то я не советую использовать кислоты. И все такие моменты обязательно консультируйте с вашим доктором. А если у вас нормальная кожа, она не склонна к покраснениям, вы спокойно можете использовать тоники на основе гликолиевой кислоты. Очень советую вот этот от Derma-E. Это не первая упаковка. Он и увлажняет, и при этом так очень бережно отшелушивает вашу кожу. Шикарнейший тоник от бренда Pixi. Он также на основе гликолиевой кислоты. Его боготворят очень многие. И я понимаю почему. Потому что при регулярном использовании с ним кожа расцветает. Классный тоник с 5% гликолевой кислоты есть у бренда Revival Labs. Тут уже выбирать вам. На мне все они работают. Поэтому я делюсь с вами этой информацией. И для начинающих этого будет достаточно на протяжении первых двух недель. То есть мы вводим только тоник. После до макияжа наносим именно его. И дальше наш обычный увлажняющий или питательный крем. Итак, мы идем спать. И утром обязательно добавляем SPF. То есть используем всю ту формулу, о которой мы говорили в самом начале. И в конце наносим SPF. Утром. Если пользуемся кислотами, то утром обязательно SPF. Если у вас сухая кожа, которой не хватает сияния. Если в принципе вы не боитесь, что всякие там сиялки будут подчеркивать текстуру. Мне это очень нравится. В качестве базы под макияж и защиты от солнца. Очень люблю использовать вот эту базу от бренда Heimish. Она легкая. Она не оставляет какой-то белой маски на лице. Она хорошо увлажняет кожу. Здесь также есть неоцинамид, который будет немножко подлечивать кожу. И здесь SPF 50. Мне нравится, насколько благородно с ней выглядит кожа. Второй фильтр от бренда IPKN. Это тоже корейский фильтр. Мне нравится, когда в SPF есть и химические, и физические фильтры. Мне кажется, что это идеальное сочетание. И корейские фильтры я люблю за то, что они очень легкие. Они быстро впитываются. Они не утяжеляют макияж. Они не ощущаются на лице. Именно поэтому, по вашей рекомендации, я заказала еще один на пробу. От бренда COSRX. Он идет с алоэ. То есть будет дополнительно успокаивать кожу. Он действительно увлажняет. И они легчайшие на коже. Вот и все. Они буквально растворяются. Они дружат с тем уходом, который я использую утром. SPF 40. Этого уже вполне достаточно в холодное время года. И забыла сказать, что вот этот от IPKN. С уровнем защиты 50. Итак, прошло две недели. Мы уже приучили нашу кожу. Я все еще говорю о новичках. И дальше я советую ввести вот такой ночной пилинг. Здесь также 5% АХ кислот. То есть фруктовых кислот. Все сочетается. Все прекрасно. И мы пользуемся такой схемой. Демакияж. Кислотный тоник. И дальше наносим вот этот кислотный пилинг. Если вы купите средство с кислотой, вам покажется, что у нее слегка химический запах. Это вполне нормально для любого бренда. Я очень часто сталкиваюсь с этой проблемой, не проблемой, мне все равно. Главное, чтобы средство работало. Это не что-то отталкивающее, просто это не игрушки-яблочки. Этот ночной пилинг имеет легкую гелевую консистенцию. Я бы не сказала, что он как-то сильно увлажняет кожу. Для меня он такой нейтральный. То есть этого увлажнения мне недостаточно. Если вы ничем не будете запечатывать, скажем так, кислоты на ночь, то, скорее всего, они пересушат вашу кожу. И мне очень нравится поверх вот таких средств где-то через полчаса наносить свой любимый увлажняющий или питательный крем. Возможно, ночную маску. О масках в самом конце расскажу. И этот пилинг мы используем только два раза в неделю. В остальные дни у нас просто тоник и увлажняющий или питательный крем. Первый месяц новички пользуются вот такой схемой и спокойно приучают нашу кожу к кислотам. Кислоты это микротравмирование кожи, которое стимулирует выработку коллагена, эластина, всех вот этих процессов нашей кожи. Потому что кожа получает такой небольшой шок. И она такая, ху, мне надо работать на лучших оборотах. Именно за это я люблю кислоты. Что по сути ничего такого агрессивного с вашей кожей не происходит. Но все равно она становится лучше, как бы плотнее. И она более улажненная. Она лучше прям поглощает все уходовые средства, которые вы наносите после использования кислот или утром. Новичков прошел первый месяц использования кислот. И в принципе ничего сверхъестественного с кожей не произошло. Но это вам так кажется. На самом деле вы уже приучили кожу к кислотам. И мы можем переходить к очередному этапу. Для тех, у кого нормальная, такая плотноватая, пористая, жирная кожа. И в принципе вы знаете, чего ожидать от вашей кожи. Вы можете с этого начинать в утреннем уходе. Итак, новички только сейчас внедряют витамин С в утренний уход. А те, о ком я только что говорила, с этого и начинают именно утром. Витамин С это также форма аха-кислоты. Это аскорбиновая кислота. И мало того, что она делает то же самое, что остальные кислоты. Но она более такая нежная. Ее также можно использовать в теплое время года. Когда повышенная солнечная активность. Но обязательно в сочетании с SPF. И вот когда утром вы будете использовать и витамин С, и SPF. Он будет усиливать действие вашего солнцезащитного крема. И девочки, тут то же самое, что с остальными кислотами. Если вы чайник, то берете самую такую лайтовую сыворотку. И пожалуй из всех тех, которыми пользуюсь лично я. А я уже такой хардкорный пользователь кислот. Самая такая безопасная. Это вот это вот Insta Natural. Но если вы никогда ничем не пользовались, вы заметите результат. И вы заметите, как ваша кожа начнет сиять. Она станет такой гладкой, ровной. И эта сыворотка, она не утяжелит ваш уход. И никогда не наносите сыворотку, не запечатав ее кремом. То есть, теперь наш утренний уход выглядит так. Мы умываемся щадящей такой умывалкой. Дальше тонер, тоник или эссенцию от Миши наносим. После этого сыворотку с витамином С, наш увлажняющий крем и SPF. Если, к примеру, у вас более сухая кожа, и у вас есть какие-то ранки, которые хочется подлечить, вы можете попробовать сыворотку от марки Клэрс. У меня не слишком большой расход, потому что она настолько экономичная в использовании, что это какое-то преступление. Ее нужно две капельки. И она идет на масляной основе, поэтому ее не нужно много наносить, но она действительно дает дополнительный увлажняющий эффект. Но я бы не сказала, что это что-то вау. Второй раз я бы ее не купила. Зато у меня есть две очень классные находки. Одна от корейского бренда, а вторая самая новая от американского. Итак, вот эта сыворотка от It's Skin. Она очень крутая. Она так быстро заживляет все ранки. Она пахнет чем-то цитрусовым, какими-то апельсинами. И она приятная в использовании. Она не пересушивает кожу. Но, конечно же, поверх мы наносим крем. Я многие вещи буду повторять слишком много раз. Вы меня простите, но просто хочется донести до вас всю эту информацию, чтобы она отложилась у вас в памяти. И вот эта сыворотка, она очень крутая. Ну просто It's Skin меня покорили. И еще недавно, ну как, относительно недавно на iHerb появился бренд, который называется Use, Use, не знаю, как это произносится. Это американский бренд. И его основатель более 25 лет работал в индустрии красоты. Он создавал разные уходовые средства. Насколько я поняла, только уход. У него огромный опыт в этой сфере. И он решил создать очень чистые, активные средства для того, чтобы их можно было сочетать между собой. Для того, чтобы они никак, знаете, не стыкались с вашим базовым уходом. То есть, если у вас просто увлажняющий крем, то вот этих вот средствах, вот Use, как это называется, все самое чистое. Это чистые ингредиенты, которыми вы как бы обогащаете ваш основной уход. Это вот то наслаивание, о котором я говорила ранее. Эта сыворотка, она уже идет на водной основе. Она тоже не утяжеляет макияж. Я бы не сказала, что она как-то классно увлажняет кожу, но она ее не пересушивает. И после нескольких применений я заметила, и так, вау, обалденно. Также здесь есть витамин Е, и мне кажется, что она очень хорошо сбалансирована. То есть, она и не липкая, но и при этом не как очередной слой чего-то на нашем лице. Тоже хорошо себя ведет под макияжем, дружит с SPF. И вот это вот 4 варианта, которые я могу посоветовать на данный момент из iHerb. Теперь вот у нас прошло полтора месяца. Или если вы с нормальной кожей, с жирной, с пористой, вы привыкли к кислотам, вы можете начать вот с чего. Ну а для новичков это будет очередной этап в использовании кислот. Мы в вечернем уходе добавляем кислотную сыворотку. И желательно, чтобы вы выбрали сыворотку с такой же кислотой, которая у вас будет в тонике. Чтобы просто все между собой нормально сочеталось, это я уже могу проводить какие-то эксперименты, и сама отвечаю за свою кожу. А если вы все-таки будете основываться на моем опыте, то я советую, чтобы это все было из одной категории, одного сорта, скажем так. Поэтому хотелось бы обратить ваше внимание на вот такие штуки из iHerb. Правда, у меня большая концентрация, и сейчас послушайте внимательно. На iHerb есть такой же крем, только в концентрации 5%. Это крем с гликолевой кислотой. И в моем понимании это не крем. Он просто как сыворотка. У него такая кремовая текстура, но он очень быстро впитывается, не дает никакого увлажнения. У него тоже такой слегка химический аромат. И я очень-очень рекомендую вам делать таким образом. Демакияж, кислотный тоник. Дальше. Вот эта вещь в концентрации 5%, еще раз говорю. Даем ему впитаться, поработать. Где-то так полчаса, а то и час. И потом поверх мы обязательно наносим или питательный улажняющий крем, или же какую-то маску. И вот такой вечерний ритуал мы повторяем каждый день. Если вы видите, что кожа начинает шелушиться, вот такой крем в концентрации 5% мы добавляем раз в 3 дня. Если с кожей все нормально, можете пользоваться каждый день. И утром мы повторяем ту же схему. Итак, мы наносим наш вечерний уход на протяжении месяца. Если вас беспокоят черные точки, забитые поры, если у вас есть закрытые комедоны, и если у вас есть какие-то небольшие высыпания, то советую присмотреться к вот такой сыворотке, которую я с удовольствием пользовалась в прошлом году. Это тоже Earth Science. И здесь АХ-кислоты и БХА. То есть салициловая кислота в сочетании с фруктовыми кислотами. Но здесь все настолько грамотно сбалансировано, я бы не бралась за то, чтобы там покупать отдельно тоник с салициловой кислотой, если вы новичок, если вы еще в этом не разбираетесь. Просто вы можете прийти к тому, что все это будет нейтрализовать действия друг друга, поэтому выбирайте такой безопасный путь. И вот если черные точки, забитые поры там и все дела, то вместо гликолиевого крема мы после тоника наносим эту сыворотку и поверх увлажняющий или питательный крем. Я надеюсь, что я вот так прям сильно все детально разжевываю, теперь все будет понятно. Все прям скупать не нужно, просто вы выбираете, видите, я даю разные варианты. Если вы считаете, что всего вот этого вам недостаточно, и вы хотите просто добить все большой концентрации кислот, то, девчонки, хочется сказать о том, что есть вот этот крем от Revival Labs с 10% гликолиевой кислотой. И последний этап нашего кислотного ухода будет выглядеть таким образом. Девочки, я прям конкретно подготовилась, уже вообще у самой каша в голове, поэтому разрешите мне подсмотреть. Значит, что мы делаем? Утром все то же самое с витамином С, вечером мы делаем демакияж, наносим кислотный тоник, и раз в три дня начинаем внедрять вот эту штуку. То есть после тоника мы наносим 10% крем с кислотой, и через полчаса, в идеале через час, все запечатываем или увлажняющей ночной маской, или же, к примеру, мы используем какой-то питательный или увлажняющий крем поверх. Ну, то есть все стандартно. В перерывах, когда мы будем пользоваться вот этой вот штукой, я очень советую использовать вот что. В принципе, если вы будете на кислотном уходе, то этот шаг вам не помешает. Но только не перебарщивайте и не переусердствуйте, пользуйтесь этими средствами максимально два раза в неделю. Дело в том, что кислоты способствуют отшелушиванию кожи, но клетки нашей кожи настолько сильно держатся, что их нужно чем-то удалять. Но я ненавижу вот эти абразивные пилинги, которые сдирают кожу, поэтому я всегда пользуюсь или вот такой энзимной пудрой, это тоже бренд by Wishtrend, это так называется. Здесь и энзимы папайи, которые растворяют вот этот клей межклеточный, скажем так, и очень хорошо отшелушивают все омертвевшие клетки. И еще есть вот такая маска, о которой я часто говорю, это не просто гликолевая маска, она как раз тоже идет с вот этими энзимами, которые помогают нам избавиться от вот этих отшелушившихся клеток. Но эти средства мы используем два раза в неделю. И если вы пользуетесь, к примеру, кремом с 10%, то тогда вы просто в перерывах где-то внедряете одну из вот этих вещей. Будет достаточно. Если же вы находитесь на первой ступени, то я бы советовала просто в один из дней не использовать какую-то кислотную штуку, то есть крем с 5% гликолиевой кислоты или что там у нас было, вот эту вот сыворотку. Да, просто делаем масочку или хорошие пилинги, на этом заканчиваем. Просто наносим увлажняющий крем или увлажняющую маску или питательный крем. Вот, девчонки, также хочется сказать о том, что я очень люблю использовать масла, увлажняющие маски. И еще раз напоминаю о том, что кожу нужно восстанавливать. И вот, когда вы делаете перерыв, особенно это касается последнего этапа, да, когда вы пользуетесь чем-то прям очень мощным, ну, 10% для меня это уже мощно. И в перерывах я люблю нанести просто увлажняющую маску. То есть после моего тоника я наношу увлажняющую маску и поверх нее или свой увлажняющий крем или масло для лица. Из iHerb я могу посоветовать вам вот эту органовую сыворотку. Она и хорошо питает, и при этом тоже заживляет какие-то воспаления, потому что здесь масло, как оно, масло шиповника. Уже по-английски думаю. Также для кутикулы очень универсальная штука. Классная вещь. Или вот это чистое органовое масло. Им я пользуюсь реже. Ну, не знаю, почему-то чистое масло, ну, меня не прикалывают, что ли. Мне хочется еще чего-то более особенного. И вот эти ароматы все. И если у вас жирная кожа, то можете выбрать масло виноградной косточки или миндальное масло. Оно более легкое. Еще как бы сокращает выделение вот этого кожного себу. Напоминаю о том, что люблю вот эту масочку. Вы также можете использовать ее вместо вашего увлажняющего крема на ночь. И она тоже очень хорошо с этим справляется. Особенно если у вас комбинированная жирная кожа, то обратите на нее внимание. Но летом я очень часто ее пользовалась. И у меня здесь буквально остатки. Еще на iHerb есть очень классный крем. Это восстанавливающий, защитный крем, который содержит не просто экстракт вот этой цинтеллы азиатской. Там также есть компонент новомодный, который я не могу произнести. Мадекасасид. Это не просто экстракт цинтеллы азиатской. Это самый активный, чистый компонент, который даже в составе обозначается как отдельное средство от экстракта цинтеллы азиатской. И вот он обладает очень хорошим заживляющим, восстанавливающим действием. И он восстанавливает именно защитные функции нашей кожи. И вот этот кремушек, это действительно спасение для всех сухих участков на теле. И если вы иногда себе что-то там выдавливаете, так как я, любите почистить себе поры, у меня это на нервной почве чаще всего случается, намазываю прям плотненьким слоем, и утром краснота гораздо меньше. Для меня это просто огромное открытие, я его обожаю, и советую вам тоже присмотреться, если вы любите разные дополнительные такие штучки, дрючки в уходе. Девочки, по-моему, это все, что я хотела сказать. Сейчас еще раз гляну свои записи. По-моему, по-моему, да. Я надеюсь, что это видео оказалось полезным, очень наглядным. Сохраняйте, делитесь. Как всегда, ссылки на все средства я оставлю внизу. И еще хочу сказать, что я купила себе вот такой пилинг с 30% гликолевой кислоты, тоже от этого бренда Yos. И пока что не пользовалась им, я потихонечку пользуюсь кислотами. Сейчас у меня начались какие-то высыпания, поэтому я сделала несколько шагов назад и даю своей коже восстановиться, потому что я перестаралась. Хотелось попробовать как можно больше. И еще раз напоминаю о том, что такой активный кислотный уход мы продолжаем до конца февраля. Если у вас, так как у нас в марте уже довольно активное солнце, то я бы снижала концентрацию кислот и частоту использования. Но если вы живете где-то на севере, то я думаю, что в марте вполне возможно нормально будет пользоваться кислотами и не переживать за пигментные пятна. Я прошу вас обязательно пользоваться солнцезащитным кремом SPF. Если летом вы собираетесь куда-то отдыхать, то желательно где-то за две недели прекратить использование кислот, чтобы кожа немного так восстановилась и нарастила защитный слой тоже, чтобы вы себе не навредили. Если вам понравилось это видео, если вы считаете его полезным, не забудьте поставить пальчик вверх. Для меня это огромная мотивация. и я рада стараться для вас. Все. Всем пока. До новых встреч уже совсем скоро. Субтитры создавал DimaTorzok